Добрый день! Я не знаю, о чем вы хотели сегодня поговорить. Я открыта для любых вопросов ваших. Давайте построим беседу подружески. Да, вот как вы собрались, чашка чая, хотя она только у меня есть. Представьте, что она у вас тоже есть. Я могу солдарно пить чай. Давайте просто поговорим, вы расскажете о себе. Я расскажу о себе. Вы будете задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать, но не по структуре. Ладно? Скажите, пожалуйста, когда вы начали свою профессиональную деятельность и в какой момент, в какой возраст вы поняли, что вы хотите стать журналистом и почему? Смешная история. Я всю свою школьную жизнь собиралась стать врачом. Причем... Смотрите, какой путь. Это от врача-стоматолога. Потом я собиралась быть спортивным врачом, поскольку я заканчивала спортивную школу. Две тренировки в день. Я поняла, что зачем мне лезть в зубы, если бы я про спорт все знаю. Про зубы, в принципе, ничего не знаю. Вот наступил 10 класс, а мой папа... Папа меня издатель, журналист, синхронный переводчик, человек творческой профессии. Посмотрел одно из моих сочинений и сказал, какой врач? Ты что? Тебе надо журфакт. Я говорю, папа, какой журфакт? Кто меня запримет вообще на этот журфакт после спортивной школы? Он говорит, ну давай, школу юного журналиста, иди записывайся. Я записалась в школу юного журналиста и год занималась там. И поняла, что, конечно, никакой врач мне не нужен. Я хочу писать. Причем, конечно, в школе юного журналиста учили, как писать. Или хотя бы рассказывали на примере там великих журналистов того времени. Мы разбирали статьи разных журналистов, как написано, какой принцип там. Откуда начинается новость, где она заканчивается и так далее. Все это мы, естественно, разбирали и смотрели. Но поступить на журфак и учиться на журфаке – это совсем другое, как вы понимаете. И, как мне кажется, карьера любого журналиста начинается в его душе. Вот если вы чувствуете, что вы готовы эмоционально сообщать людям о том, о чем вы хотите сообщить, эмоционально я говорю, почему для меня, я вообще, меня очень часто ругают за это, да, говорят, что журналист не должен быть эмоциональным, должен, значит, рассказывать то, что есть. Но людям-то хочется, в общем, услышать в вашем тексте, может быть, прозрачно, может быть, прозрачно, те самые эмоции, которые, может быть, человек сам не способен созидать, но ему хочется их увидеть. Поэтому, если вы эмоционально готовы давать людям информацию, которая в них что-то бы двигала, в них что-то бы созидала, в них что-то бы рождала, если вам этого хочется, то вы все равно будете писать, да, научат вас, не научат вас. Конечно, теория – это очень важно, очень важно. Структура тоже, я имею в виду, рост, вес, очень важно заниматься спортом. Обязательно журналист должен быть красивым лицом, тогда ему отвечают на все вопросы, поверьте мне. Там вот разница между человеком нездорового вида и здорового вида всегда в пользу здорового. Приходят два человека на собеседование, один толстый, бледный, зеленый, но умный, а второй такой же умный, но с розовыми щеками, подтянутый, пышащий здоровым, возьмут этого. Поэтому так в жизни всегда, да, нужно думать не только о том, что вы учите, как вы учите, но и как вы себя будете потом презентовать, потому что публичная профессия – это вещь очень многогранная. Тут нельзя только писать, да. Понятно, что есть, да, Дмитрий Быков, который, по сути, все равно, как выглядит, да, потому что он великий. Да, но таких, как Дмитрий Быков, которым мы прощаем, да, его, скажем, может быть, ну, такое забейство на внешность, да, то есть человек забил уже на себя, на внешность и так далее. Ему можно, он великий человек. Кстати, мой одногруппник, мне повезло с ним учиться. А почему я об этом начала говорить? Потому что я вообще такой проповедник здорового образа жизни. Я считаю, что одно другое тянет за собой. Так вот, возвращаясь к тому, как для меня это все началось, спорт меня, в общем, подвигнул к тому, что надо делать то, что нравится. Если вам это нравится, значит, вперед. Если вы себя заставляете, идите и ищите другую профессию. Ничего не получится. Спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Имеет ли место сексизм сейчас в журналистике? Усталкивались? Вы знаете, что? Я думаю, что сегодня, на сегодняшний день, вообще, в принципе, сексизм подразумевается женщина-мужчина, да? Что вы подразумеваете под сексизмом за журналистикой? Кому легче? Да, я говорю, кому легче работать сейчас в журналистике, да? Или это женщина, или это представитель мужского пола, кому легче. Я думаю, что мы стираем эти рамки, да, и в обществе они стираются, да, и стираются их профессии, потому что сколько женщин уже находится в управлении, в руководстве, мы это все видим, да? И я бы даже сказала, что мы с вами вступаем в пору, когда женщине легче. Потому что если она умна, и если, да, если она умеет себя презентовать, и если она знает, что она хочет, она круче. Мужчина может все это провернуть, правда? Потому что мы интуитивно сильнее, потому что, да, потому что мы хитрее, потому что мы изначально мудрее, если сравнивать по возрасту мужчину и женщину. Да, мы мудрее. Но, конечно, конечно, отношение к женщине, скажем, как журналисту, там, в тех же горячих точках, да, оно другое. То есть, если, тут очень много граней, да, если брать, скажем, гламурную журналистику, глянцевую журналистику, то тут мы, конечно, королева, да? Да, хотя мы знаем Николаевича, мы знаем Мускова, мы знаем много-много представителей, да, мужского поколения, мужского населения, которое очень прекрасно себя чувствует и плятся в журналистах. Все зависит только от вас. Я думаю, что о сексизме сейчас говорить уже поздно. Спасибо. Так, опять же, я не смею, прекращусь. Да. Спросить хотела, о чем нам больше нравится писать? О чем? О чем нам больше нравится писать, о чем вы его писали? Мне очень нравится писать о спорте. Я вот сейчас, не знаю, может быть, кто-то из вас случайно, я работала сейчас на Олимпиаде в Лондоне, поскольку я главный редактор Боско-магазина, работаю с Боско как пресс-секретарь Боско-спорта олимпийских одежд. Я вела в свой блог на бюро 247, 24,7. И писала, как каждый день, как каждый день проходит, значит, Боско-клаб, это русский дом, который был в Лондоне, как туда приходят спортсмены, о чем они думают, как они плачут, как они смеются, как туда приезжали там великие артисты-музыканты, как они воспринимают олимпийские игры и так далее. Приходилось писать где-то около трех часов утра, потому что пока все закончится, пока пройдут все соревнования, пока пройдут все вечеринки в русском доме, пока все уйдут, пока мы покричим с флагом «Россия, Россия!» встречая олимпийских чемпионов, пока они поедят, пока мы с ними поговорим и спросим, а как вы добились того, чего вы добились, и в три часа ночи приходилось садиться и писать. Но я делала это с таким удовольствием, когда сейчас мы решили эти дневники опубликовать в следующем номере Боско-магазин, я их перечитывала и понимала, что года она моя настоящая, жизнь в рурналистике, там, где мне хорошо. Я очень люблю писать о спорте. Два года я езжу на модные показы в Милане-Париж, тоже как главный редактор фэшн-журнала. Об этом мне тоже очень нравится писать. Я выступаю не как эксперт моды, а я смотрю как бы на моду с другой стороны, с практической для наших клиентов. Вот что вам надо в этом сезоне, на что обратить внимание, что было самое красивое, и кто из маникенчиц вышел замуж. Тоже интересно, правда? Всегда интересно. Вот это мне тоже очень интересно. Спорт, мода. Я абсолютно не политический человек. Я больше социальный человек, чем человек политический, хотя я слушаю коммерсанта ФМ целыми днями, потому что хочу быть в курсе того, что происходит. На митинги не хожу. Вот. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста. Вы сказали, что вам нравится писать о спорте, о моде, да? А вот как вы, человек, который только начинает, да, ходит только на удобность, и когда он хочет писать то, о чем ему хочется писать? Не то, что нужно, а то, что сейчас модно, то, что... Ну, например. Ну, например. Ну, например. Все... Ну, большинство, когда это жена, вот, да, сейчас обсуждают, там, вот, как вы сказали, политик, да, то есть... А вот если в этом смысле совсем не хочется? Допустим, хочется, там, не знаю, вот даже моды, путешествия, допустим, какие-то... Допустим, о кино писать, да? Я поняла ваш вопрос. Я поняла. Вы говорите об актуальности момента, да? То есть, что сегодня всем хочется читать про то, значит, сколько далеко усердят, да? Мне не хочется об этом читать, честно, да? То есть, зная подноготную всей этой ситуации, как это было, зачем это было, я, в принципе, для себя сделаю, там, определенные выводы. Наверное, я лучше открою журнал «Пионер», да, или, там, журнал «Сноп» и почитаю прекрасные статьи моих друзей, полит-журналистов, связанные не обязательно с политической жизнью, там, России, но с какими-то ее аспектами, которые все равно волнуют. Поэтому, если вам нравится мода, значит, вы понимаете, я хочу писать о моде. Вы находите ту область, скажем, то издание, ту потребность общества, да, которое сегодня будет актуально, чтобы ваши статьи действительно нужны были кому-то, да? Если вы хотите писать о моде, сейчас куча всяких сайтов, вы пытаетесь писать, может быть, для них для начала, модных сайтов. Вы идете в журнал, начинаете писать, я не знаю, начиная, там, от фамилии подсветской хроники и заканчивая дальше уже какими-то, скажем, эссе, или статьями, или репортажами, что у вас получается. Не нужно следовать о моде как таковой вразрез со своими, скажем, интересами и амбициями. Нужно следовать тому, к чему у вас зовет душа, сердце, как это было со мной. Мне хотелось в спортивную журналистику, после журпака я туда попала. Хотя меня Парфенов приглашал в намедение, я пошла туда, месяц там отработала и сказала, не могу, не пойду, пойду в спорт, в спортивную редакцию. Вот, поэтому начинать надо с того, что вам ближе всего, о чем вы сможете действительно рассказать, да, не... Он меня просил там о выставках писать, о фотовыставках. Ужас! Мне там 21 год, он мне отправил какую-то фотовыставку, о которой вообще у меня нет никакого представления. Что тут, кто тут вообще? То есть я не знаю, ни под ногой, у меня нет ни одной, ни единой эмоции. Я смотрю на эти фотографии, красиво. Все. Да? Если вы знаете, если та тема, на которую хотите писать вам близка, вы ее прожили, пережили, она вам дорога, тогда да, у вас получится. Да, еще. Вы сказали, что очень любите спорт. А какой спорт вы для вас сам любите? Я вообще баскетболистка. В прошлом играла даже за «Динамо». Команда такая есть. Один год, правда, всего. Потом решила, что не надо мне это все. Я очень люблю баскетбол, волейбол. Что касается посмотреть, да? Если посмотреть. Сейчас вот, поскольку мой муж стал президентом союзов-канковежцев России и готовит команду к Сочи, то я включилась в канковежный спорт и шоктрек, что оказалось очень интересным. А что касается самой позаниматься, если вам интересно, да, то практически стараюсь каждый день заниматься спортом и занимаюсь эмоциональными тренировками и йогой. Вот, наконец-то, я пришла к йоге. Долго шла к йоге, пришла. Еще вопросы? Юлия Николаевна, скажите, пожалуйста, как вам удается быть настолько посторонним человеком? Насколько я знаю, вы успешный журналист, ведущий и кандидат спорта по баскетболу, также в авторах книг. Скажите, в чем ваш секрет уступит? Спасибо. Вопрос. Сама не знаю, как это я все успеваю. Мне нравится жить, мне нравится успевать все, мне нравится наслаждаться новыми проектами, мне нравится пробовать себя в разных каких-то ипостасях. Знаете, очень много мне дал нами на спорт, я не боюсь этого. Когда я написала свою первую книжку, я писала ее и не боялась. Но когда мне только предложили это сделать, я, конечно, очень боялась. Я, знаете, что боялась? Что я не смогу выразить на бумаге то, что у меня есть внутри. И поэтому я дала себе слово, что я напишу, постараюсь отдать бумаге то, что все те, скажем, эмоциональные составляющие данного проекта, которые у меня есть, и ничего не утаить. И, наверное, в этом был успех книги, потому что я написала от царя гороха, как я была маленькой толстой девочкой, мучилась и много ела мучного, и до, скажем, той девушки, которая уже писала свою первую книгу о фитнесе. Все по-честному. Вот по-честному журналистики приветствуются. Если можете по-честному, то это будет дорогого стоить. Да и вообще везде приветствуются. В любви тоже приветствуются, по-честному. Потому что потом, если не по-честному, потом все равно все скроется. А с детьми по-честному. Если ты их любишь по-честному, они это чувствуют, и ты получишь потом счастливого ребенка. И во всех проектах также. То есть, когда меня Кусеверович пригласил в журнал, была для меня, наверное, новая такая новая история. Я вела в то время программу «Утреное ТВ». Я подумала, как же я смогу вот и, значит, и телевидение, и журнал, главный редактор. Это же так сложно. Это вот, это же целая жизнь журнал. Но чем больше я туда входила, внутрь этого журнала, тем больше мне это все нравилось. Я постигла азы, скажем, иллюстрированной журналистики, о которой я мало имела представления, да, как делаются постеры, как они фотографируют, что такое припресс, что такое типография, как это все. Потому что для меня, как для телевизионного человека, имеющего там 15 лет телевизионной карьеры с плечами, конечно, перейти работать в журнал было немножко таким, ну, шагом, скажем, рисковым, потому что я ничего об этом не знала. Я знала на уровне в культе журналистики, да, и не более того. А это было давно, между прочим. Так, 20 с лишним лет назад я закончила. Поэтому у меня, конечно, было так, боязно. Но не бойтесь ничего нового никогда. Вам воздастся. Вот правда. Вот, как уже сказали, вы успешный журналист. И работали очень много на телевидении, ну, как сказали, 15. Наверное, было волнение первый раз стоять там перед камерами, первый эфир. Как вы с этим справились впоследствии? Ой, это была история. Я перед тем, как попасть на телевидение, попала на радиомаксимум. Был у меня такой период, я два года работала на радиомаксимум, когда только-только открылась. И мы с Александром Абрахимовым очень быстро стали такими прям звездами. Открывали дверь, на огое, куда хотели. То есть это был такой период, это был 92-й год, рассвет, появление музыкальных радиостанций, люди начали зарабатывать деньги. То есть это был такой период прямо. И, конечно, я вообще забыла, что такое спорт. Мы много хорошо кушали, ни в чем все не отказывали. Гуляли, били и так далее. И когда меня пригласили на телевидение, я села перед монитором. И когда я себя увидела, мне стало плохо. Потому что во мне было 70 с лишним килограммов. И я снимала весь монитор. И тут, конечно, у меня такая началась паника. И я была, что в таком виде я выйти не могу. Но это просто ужас. И за месяц мне пришлось сбросить. 7 килограммов я спросила за месяц, потом больше, больше, больше. А, но я уже чувствовался по-другому. И это был первый этап. Второй этап был этап борьбы с Татьяной Митковой, которая очень не любит женщин. И, значит, уверенности во мне у нее не было никогда. Начиная с первого дня. Поэтому, когда я пришла, она мне сказала, что, ну, работай, но со мной не будешь работать никогда. Будешь со Сокином. Работай со Сокином, ладно. Вот. И пришлось мне, в общем, доказывать ей лет пять, что я могу работать в кадре, потому что лет пять меня вызывали на ковер подряд и говорили о моей несостоятельности. И поэтому уверенно я себя почувствовала, только когда ушла из новостей, уже не работала под началом Татьяны Митковой. Ну, это так. Это лирика, я вам рассказала. А вообще, уверенность перед камерой, я даже не помню, когда у меня это пришло, понимание. Наверное, самое главное, когда вы обращаетесь через камеру к людям, вы должны обращаться к каждому из тех, кто сидит перед экраном, да? То есть не ко всем, а к каждому. Вот я смотрю в объектив, я разговариваю с вами, с вами, с вами, со всеми, а не просто с какими-то какой-то массой людей, которым я там что-то должна рассказать. Нет, я хочу вот вам сейчас рассказать о том, что случилось, да, в Ульяновске. Я вот должна это вам рассказать. Вы представляете, что там было? Вот там вот такое случилось. И когда человек чувствует вот это непосредственно, ну, это, наверное, к новостям меньше относится, да? Это относится к каким-то уже ток-шоу, это относится к каким-то авторским программам. Когда человек чувствует, что это к нему обращено, тогда он зависает у телевизора и сидит. Поэтому нужно, опять же, надо полюбить эту камеру, перед которой вы сидите, да? То есть понять, что она ваш друг, а не ваш враж, да? Она, наоборот, ваша связующая звености или людьми, к которым вы адресуете свою речь, а не тот, скажем, не та стена, которая между вами. Вот попробуйте, может быть, так. Ну, а вообще опыт, опыт, опыт. Все только с практикой, да. Вы знаете, вот сейчас есть такой стереотип, что я надеюсь, что вы не являетесь специалистом вообще никакой области, и что он вот просто освещает какие-то события. Вот вы после этого закончили этот факт. А у вас было такое, что вы чуть ли не компетентны никакой области, и вам было сложно понять, про что вам писать, и... Я говорю, что я выбрала спорт, о котором я знаю все. И это палочка-выручалочка. Писать и говорить о том, что вам ближе всего. Это хотя бы с этого начинать. Потому что тогда вас никто не обвинит в некомпетентности, да, если вы рисованием занимались, и изучали художников, то, конечно, вы можете на канал «Культура» пойти и попробовать себя там в каких-то, скажем, рассказах о художниках, о том, я знаю, или пойти на детское телевидение и учить рисовать детей по телевизору. Вы это можете, потому что вы это знаете, да. А если вы пойдете в политическую программу, да, имея за плечами просто учителя рисования, да, вот просто вас учили рисовать в детстве, больше ничего. Вы пришли и говорите, а я хочу рассказать про пассирайт. Я вот думаю, что они вот такие молодцы, понимаете, да. Вот никому не интересно будет ваше мнение. Вы можете, конечно, что сегодня спасает многих журналистов? Эпатаж. Но готовы ли вы поставить себя, вот, скажем так, в противовес очень многим журналистам, которые уже захватили своим эпатажем публику? Да? Да, еще. У каждого человека такое в жизни происходило, когда большое количество людей тебе говорило, ты никто, ты ничего не добьешься, ты не сможешь этого сделать. То есть у вас такие ситуации, когда происходили, как вы с этим справлялись? И был ли человек, который был рядом? Или вы дисциплинировали сами себя и все делали сами? Я ревела. Я ревела так. Но мне спорт помог, потому что в спорте, если ты не забил, там, 30 раз не забил, то ты еще 30 бросаешь, да? Если ты не пробежал дистанцию за столько, за сколько тебе нужно пробежать, а ты там, лицеолий, неделицеолий, в баскетболе, ты еще раз бежишь. То есть спорт воспитала во мне такие боевые качества. Хотя изначально я была такой очень девушкой, скромной и плачущей по всем, по всякому пустяку. Поэтому, когда в журналистике у меня не получалось, и Барфенов так сворачивал тексты мои, выбрасывал в урну, тренировался в баскетбол, ну и прям вот так. Нормально. То, конечно, первая реакция – это слезы. Вот такие. Крокодили. Но это нормально. Мы женщины, да? Мы слабые существа, по сути. Но никто не должен нас сломить. Мы должны идти вперед, друзья. Правда. Вот журналист – это тот человек, которого бьют, он идет вперед, как спортсмен. А ему вот… Ему сказали, ты ничтожество. Ты вообще без таланта ничего не сможешь. Он встал и пошел дальше. Опять ничего. Тогда он что-то добьется. А если он, а, ну ладно, тогда я пойду. Тогда ничего. Конечно, есть разные люди в нашем селении. Есть добрые люди, а есть люди злые. Вот. Поэтому рассчитывать на ток, на себя. А если есть поддержка какая-то, то держитесь за этого человека. Если он рядом с вами вас поддерживает, не гоняйте его от себя, а примите его помощь. Самое главное, еще быстро скажу, и самое главное, что все-таки заключить, чтобы, когда вы рассчитываете на себя, вам очень многие люди советуют, да, вокруг. Не принимайте ничьих советов. Рассчитывайте только на себя. Вы их можете принять к сведению, но если вы чувствуете, что надо поступить вот так, а не так, как вам советуют, поступите так, как вы думаете сами. Потому что изначально, если вы решили так сделать, это правильно. Спасибо. Так, кто еще не задавал вопрос? Вы являясь сторонними здорового образа жизни, так вы относитесь к библиотерству и бегательству? Никак не отношусь. Я вообще считаю, что такого рода ограничения, скажем, достаточно, чтобы не обидеть викторианство, такого характера уже, скажите мне словечко, я же не знаю, викторианство это уже жесткий, нигде жесткий отказ от чего-то, правильно? Жесткий отказ от молочных продуктов, от веганства. Хорошо, викторианство это белок, да, от рыбы, мяса, да? Или просто от мяса? Нет, от рыбы. Мясо любого. Только от мяса. А рыба? Нет, потому что все, что не живет, сплавно. Рыбу нельзя, мясо нельзя, конечно. То есть это такой жесткий отказ от чего-то. Наш организм хочет получать сбалансированную еду. Вообще у организма есть две функции. Дыхание и питание. Вот если нет дыхания и питания, то до свидания. Организм умирает, правильно? В питание входит кашля и вода еще. Поэтому я считаю, что жесткий отказ от чего-то, скажем, радикального, такого как рыба, мясо, это вещи с одной стороны. Это очень индивидуальная история. И это вещи, которые могут помогать, а могут очень сильно вредить. Я вам скажу, я испытала разные системы на себя. Правда, вегетарианство никогда не использовала, потому что считаю, что рыбу все-таки надо есть. Самые-самые-самые разные. Но сегодня расскажу вам про одну, которую, если хотите, которая следует в последнее время, от которой чувствую себя потрясающе. Как мне кажется, скинула лет пять сразу по здоровью. Чувствую себя очень энергетически мощно и сильно. Система называется макробиотиком, если кто слышал. Система эта еще была придумана Гиппократом, который не навредил, я вам сказал, да? Система эта включает в себя, самое главное, это питание на основе злаковых и овощей. Это каши 50% и 20-30% овощей. А это рыба, но рыба в пропорциях с кашей где-то 10% супов. Это мисо-суп, это водоросли, это тофу. Поскольку макробиотика современная живет в Японии, и зародилось до очень много японских рекомендаций. Что касается запретов, то это исключено мясо красное, исключено кофе, исключено, и исключены молочные продукты. Если вы попытаетесь хотя бы неделю прожить без молочных продуктов, вы уже увидите, что стало с вашей кожей, с вашим весом. Вместе с этим, чем хороша макробиотика? Макробиологи говорят о том, что 80% времени вы следуете этой системе, а 20%, то есть те же самые выходные, например, вы можете есть все, что вы хотите. Потому что организм настолько чист и очищен, что ему, я не знаю, сырник один не повредит. А вот если есть сырник каждый день, то вы увидите результат в бедрах. И еще в одной, пятой точке. Будет видно сразу. Поэтому, но если говорить о макробиотике как о системе похудения, то это номер два. Пункт номер один – это здоровье. И всем рекомендую попробовать, почитать об этом. Сначала как следует изучить вопрос, и потом попробовать тоже, если захотите. Вот в тот момент, когда вы пришли в школу юного журналистов, когда вы решили, что вы станете уже журналистом, когда вы уже капитаны, так за это мыслились, у вас были какие-нибудь там сомнения? Сомнения? Надо ли мне идти журналистом, учить журналистом? Получится ли у вас? Получится ли у меня? Вы знаете, что тот человек, который не сомневается, не движется вперед. Я могу сказать, что я настолько перфекционист, в том, что я пишу, говорю, читаю. Если бы я не сомневалась в себе, то многие мои статьи были написаны по-другому. Я очень много переписывала. Я смотрю, читаю, вот я написала, читаю, мне нравится. Начинаю сначала. Человек учится только на своих ошибках. На ошибках чужих человек учиться не может. Поэтому, если человек сомневается в себе, это значит, что он учится на той ошибке, которая может быть минимальной ошибкой. Не важно, начали ли с того предложения. Но если он говорит, да я великий, ну и куда он движется дальше? Поэтому, если человек сомневается в себе, значит, он способен идти дальше. Понимаете, что я имею в виду? Да. Если человеку все нравится в себе, то не факт, что он сможет развиваться. Но здесь тонкая грань. сомневаться все время в себе нельзя. Нужно себя хвалить, да? И сделать что-то хорошо, надо сказать себе, я смог это. Обязательно. Да? И идти дальше. нельзя все время сомневаться в себе. Тогда движение вперед невозможно. Обязательно должны быть какие-то реперные точки, где вы поняли, что вы достигли определенного уровня. Вы еще на ступенечку поднялись выше. Так, вы, да. В качестве вашего мнения выложены володой живым. В качестве меня? Да, самыми мгновенными человеческими качествами. Самое главное, любопытство, потому что если вам не любопытно, то вам не интересно ничего. Знаете, вот есть очень хороший тест, который еще в свое время Вильчик, такой профессор Вильчик, читал лекции в университете, и он задал нам вопрос в аудитории. Вот вы приходите в церковь, и вам надо написать о церкви, об этой, об этой вере, а вы об этом ничего не знаете. Вот вы подходите к батюшке, или это батюшка, или это раввин, мы не знаем, что это за церковь. Вы подходите и говорите, я хочу написать статью. Какой вопрос, или что нужно сказать этому человеку, чтобы он вам рассказал об этой церкви? Да, мне интересно. Мне интересно, что это за церковь. Мне интересно узнать, как и во что вы верите. Да, вот если вам интересно, если человек интересуется, ему хочется, если угорит глаз у журналиста, если есть такое любопытство и некая спортивная злость узнать, добить того, что я все-таки ох, у меня был такой случай очень показательный в этом смысле. Олимпиада в Атланте, 96-й год, НТВ существует там каких-то два года, никаких лицензий у нас нет, значит, никаких аккредитаций у нас нет, мы абсолютно нелегально повествуем об Олимпиаде. Значит, мы можем, если мы можем там перелезать через заборы, берем интервью у кого-то и так далее и тому подобное. Я работаю городским корреспондентом, я пишу об Атланте на основе унесенных ветром. Все, что происходит на Олимпиаде, мы сделали это через унесенных ветром и через Карл Тухара. И вот, значит, очередной репортаж, мне нужно найти почтовой столб, я не рассказывала вам, нет, в прошлый раз, из которого началась Атланта. Значит, он стоял на, кто-то читает наверняка унесенных ветром, вот эта вот площадь, где складывали раненых, да, там был почтовой столб. Я прихожу на эту площадь и начинаю ходить искать этот почтовой столб. Я вообще не знаю, как он выглядит, да, но в книжке про него есть. Значит, люди вообще, очень многие в Атланте не знают, кто такая Скорр Тухара. Начнем с этого и книжку «Люсеное ветром». Поэтому мне было сложно. И тут, значит, я нахожу какого-то старичка и говорю, вот, скажите, пожалуйста, не знаете ли вы? Он говорит, да, знаю. Почтовой столб, он находится теперь в парковке. Там есть ресторан, вот, идите. Я говорю, а какая парковка, а какой ресторан? Он говорит, ну, где-то вот здесь вокруг площади. Мне понадобилось дня три. Я обошла все парковки и нашла все-таки этот ресторан. И я захожу в этот ресторан, я увидела уже, значит, вот там, мне сказали, что в этом ресторане стоит почтовой столб, ну, там, не такого, такого, наверное, размера. Я, значит, с оператором. И он за такой старинный, за таким ограждением за бархатным стоечки с бархатной с ленточкой. Я тут хожу владельцу ресторана и говорю, вот, я из Москвы, я нашла, наконец, этот почтовой столб и я хочу его снять, для его увидят в России. На что он мне говорит, а у вас есть разрешение власти Джорджии? Я говорю, какое разрешение власти Джорджии? Говорит, вы должны снять, чтобы снять этот столб, вы должны получить разрешение власти Джорджии. Я говорю, слушайте, я единственный человек, который о нем знает вообще, в принципе. Я говорю, давайте спросим у людей, которые вот здесь сейчас в вашем ресторане. И если кто-то из них знает, что это такое, я ухожу и получаю разрешение власти Джорджии. Я так посмотрела, и говорит, ну, хорошо, давайте. Я говорю, хорошо. И я, значит, мы встаем, извините, пожалуйста, у них было очень мало народу, я не знаю, может, пару столов. Вот, я говорю, скажите, пожалуйста, кто мне может рассказать о том, что в этом ресторане оцеплено вот этой вот красной лентой? Мы посмотрели, и продолжают есть. Я говорю, вы правда не знаете, что это? Говорю я. И им так показываю, что не знаете, не знаете. все так на меня посмотрели так, типа, не мешайте есть вообще, мы тут есть, пришли. Ни один человек не знал, что это такое. Ну, их там было, может, человек 9-10. Таким образом, я получила право снять этот столб. Я шла до конца, потому что меня уже не было в одном, ну, не слушайте, искать там 5 дней этот столб и не снять его, да? Мы его в результате сняли. И так во всем. Если вы идете до конца, если вы хотите, если вам интересно, то все получится. А если бы какой-нибудь, извините, человек бы сказал, да, я знаю, что это. Я бы пошла и взяла разрешение властей Джорджи, хотя это бы заняло меня на рену. Вы его понимаете. Так, кто еще не задавал вопрос? Давайте, вы, да? Да. Я знаю, что журналист должен много читать. Какие ваши любимые книжки? Уже, юности, на данный момент. Да, вы знаете, журналист даже не должен много читать, а журналисту должно хотеться много читать. Правда? Вот. Я испытываю голод сейчас по чтению, потому что в моей жизни столько проектов и столько занятий. У меня еще трое детей и, соответственно, мне приходится заниматься, не приходится, а я с удовольствием занимаюсь ими. они мало-мало-меньше, то есть там одному четыре с половиной, другой тринадцать, а третьему аж двадцать, сыну и мужа, тоже мой ребенок. Соответственно, разные интересы и мне приходится ученять. У меня сейчас явный голод такой, знаете, которого я не испытывала, когда училась на журфаке, потому что когда ты молодой, тебе хочется пообщаться, погулять, любовь, морковь, все дела, да? Но я реально, работая журналистом, чувствовала те пробелы, которые я не успела прочитать, то, что я не успела прочитать. Когда люди обсуждают, когда люди приводят примеры, ты не знаешь, господи, что это за рассказ о Генрии, о чем он говорит, да? И когда ты не можешь вкусить этот весь кайф, общаясь там с интереснейшими людьми, а мне пришлось общаться с, ну, с одними из самых великих наших людей эпохи, и ты чувствуешь себя полной идиоткой. Даже тут не самое главное, что они подумают, а самое главное, что ты не почувствовала весь тот момент общения, весь тот кайф общения с этими людьми, когда могла бы понять, что он имел в виду, какой рассказ о Генрии, с которым он сравнил, ситуацию, которую мы обсуждаем, да? Поэтому сейчас я читаю все, что мне кажется правильным, интересным. Я черпаю информацию из афиши, я черпаю информацию из уикенда коммерсанта и стараюсь книжки современные читать. Что касается любимых книг, очень трудно, честно, говорить о том, какая книга любимая. Там, когда-то я читала Мабасана и увлекалась им, когда-то я читала Булгакова, увлекалась им, у меня был период Стоевского, я увлекалась им. У меня были разные периоды. Сегодня не могу сказать, что я кому-то одному отдаю. Я читаю Быкова и Прилепина, я читаю Улицкую, да? Не знаю, если «Зеленый шатер» не прочитали, прямо рекомендую всем узнать историю наших всех самых главных диссидентов российских. И вообще это фантастическая книжка по языку, по красоте, языка. Поэтому читать надо то, что опять же приносит вам удовольствие. И читать надо, я не знаю, даже в туалете. Вот есть время, читайте, потом будете. Начитанного человека видно за версту, и ему больше доверяют. Спасибо большое. с тем, мы знаем, что для женщин важна семья. Можно вообще совмещать с профессией журналистов? Очень тяжело, поэтому не спешите, заводите встаньте сначала на ноги. Встаньте сначала на ноги. Я до 30 лет пыталась состояться как журналист, и потом у меня родилась дочка в 30 лет. И я считаю, что это для меня был самый правильный период, когда я могла уже оценить, что такое ребенок, да, и какой-то кайф приносит. И я сама зарабатывала деньги, потому что рассчитывать девушке надо только на себя в этой жизни. Это я вам точно говорю. Есть любовь, есть расставание, а рассчитываем мы всегда только на себя. Поэтому встаньте на ноги, научитесь что-то делать, поверьте в себя, а потом заводите семью и детей. Тогда вам будет намного проще, и вы будете знать, чему выучить этих детей. Помимо лицеприятной внешности, как сделать так, чтобы тебя слушали? Быть искренним. Быть искренним. И знаете что? Есть два, наверное, люди делятся на два категории. Одни сразу любят всех, а потом обжигаются, а вторые сразу всех не любят, долго очень им не доверяют, и только потом любят кого-то избирательным. Вот я отношусь к первой категории людей, и я могу сказать, что любовь к людям помогает сворачивать горы. Искренность, любовь. Опять же, я вам говорю о себе, правда? Это не значит, что так надо делать. Я вам говорю то, как мне удалось в жизни чего-то добиться, да, и родить детей, и выйти замуж, и любить, много раз быть любимой. И мне кажется, что искренность для женщины, кто-то недавно мне сказал, кто же, сейчас я попытаюсь вспомнить, кто-то один из очень известных людей сказал мне, женщина должна быть доброй. Все. Дальше на эту нанизывается, на эту ниточку вы нанизываете все остальное. Мудрость, чистоту, ум, интуицию. Все нанизываете, получаются отличные бусы. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще. У меня вопрос касательно на факультетах, где учиться. Есть журналистка, был момент, я у нее спросила, идти мне на журфак, на филфак, но исторический. Она сказала, что к ним на канал приходят ученики как бы мастер-шировку журфака, но они толком ничего сделать не могут нормально. Вот, у меня вопрос, что лучше? Смотрите, я, помните, говорила, что я против советов. Не-не-не-не, я против советов, я никогда никому не советую. Есть такая великая женщина, Юлия Гиппенрейтер, всем рекомендую прочитать ее книгу, общаться с ребенком, как называется книга. Она не про то, как общаться с людьми, а вообще про то, как жить и как общаться с людьми. Очень вам поможет. Вот, она говорит в этой книге никогда и никому не давайте советов и абсолютно определенный вывод из этого и не слушайте советов. Слушайте мне-не-е. Вот, что касается журфака. Я не знаю нынешнего уровня образования на журфаке, честно. Поэтому не могу вам сказать. Все индивидуально. Вы знаете, что журналистами становились люди, не окончившие ни журфак, ни филфак. Да, вы знаете. Так же, как и музыкантами, так же, как и врачами. Ну, врачами невозможно не закончить, а вот врачи становились певцами и так далее, дизайнерами, да, кем угодно. Если вы... Безусловно база нужна, да, база обязательно нужна, чтобы действительно прочитать книжки и так далее и тому подобное, но где бы вы ни учились, если у вас нет желания работать, прямо работать, то никакой факультет ни филфак, ни стфак, ни журфак вам не поможет. Правда. Базовое образование, филфак и журфак, в принципе, это филологическое образование. Писать статьи вас никто не научит. Понимаете, это иллюзия. Конечно, здесь, я думаю, что здесь вы много именно практических занятий имеете, таких, из которых вам тяжело ориентироваться вообще в мире журналистики. Очень хорошо, что существуют такие школы, потому что вы хотя бы понимаете, ваше это или не ваше. Правда? И вы поймете это заранее, намного раньше, чем если вы поступите на журфак, и там это поймете, что это не ваше. Вот. Поэтому желание работать, оно способно из эстфака, из филфака человека поднять до небес. Хорошо? А учиться, где это вам само решать уже? А сейчас можно подавать нам все факультеты? На три факультеты. На три. А, на три факультеты подавать. Ну, смотрите, филфак, это, журфак, это, вы понимаете, а филфак, это отсутствие мальчиков, отсутствие, может быть, какой-то гламорной жизни. Подумайте об этом еще, что вам хочется. Хочется ли вам совместить филологическое образование с ла-лайлой, тогда это журфак. А если вам хочется быть филологом, настоящим, а мальчики потом, то это филфак. Вот. То есть здесь надо понимать, наверное, еще эмоциональную составляющую свою, что вам больше хочется. Журфак, это центр города, а филфак, это, извините, меня метро-университет. Думайте, подумайте об этом. Учиться на Манежной площади или учиться на метро-университет? М? Аблик. 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 Ну, по мне, это, конечно, журфак. Вы же понимаете, я же журфака. Я бы, если бы мне опять представилась возможность на скучный филфак, не пошла бы. А пошла бы на журфак. Мне там было весело, здорово, креативно и познавательно. Но вот то, что вы сейчас имеете так сами себя догоняли по знаниям или вам хватало того, что вам давали? Догоняла. Я очень много читала, я очень много писала, переписывала и очень много общалась с профессионалами. Училась у них. Моим учителем была Анна Дмитриева, которая меня фактически научила, что такое спортивная журналистика. А дальше уже я сама что-то где-то хватала, сидела перед зеркалом, смотрела, как я там что-то говорю, не морщу, лоб, там и так далее. То есть все это приходилось самой. А сейчас столько возможностей, залез в интернет, там все написано, как, чего, что делать надо, куда идти. У нас-то не было интернета, у нас было совсем все в другом. Человеческий фактор, помните об этом. Так, еще есть вопросы? Я вас хотела спросить, как у спортивного журналиста есть там олимпиада, есть пара олимпиады. Такое побочное явление, насколько он перспективный? Это не побочное явление, так нельзя говорить. Это абсолютно самостоятельная олимпиада для людей с граничными возможностями, где такие же страсти кипят, точно вам говорю. Мы мало про них что знаем, потому что лучше быть богатым здоровым, чем бедным и больным. К сожалению, мы знаем, что по телевидению современной прессы и скажем, паралимпийцев эстетически это эстетическая проблема. Меньше показывают, меньше о них рассказывают, потому что это приносит страдания всем. Увидеть людей без рук, без ног, это тяжело. Но я могу сказать, что многие мои коллеги были на паралимпийских играх и рассказывали мне о том, что страсти как раз не уступают олимпийским. Это свой мир. Это так же, как рядом с нами существуют больные люди. Мы знаем об этом. У них тоже есть жизнь. Они тоже живут. Мы об этом не рассказываем. Это больно. Мы радуемся за паралимпийцев, которые выиграли в Ванкувере первое место. Вы знаете, что мы в Ванкувере заняли первое место на паралимпиаде. Сейчас я не очень слежу. Вторые? Вторые, представляете? А мы, те, которые с руками, с ногами, четвертые. А они вторые. Представляете, сколько им приходится вообще трудиться, чтобы плавать, бегать. Поэтому паралимпиада и отношение людей к этому, ну, это, скажем так, это наша обязанность их поддерживать скорее, а не желание. Очень многие люди не помнят о том, что, вернее, не знают о том, что это, может, не хотят знать, что это им нужно. Это воспитание общества. Но я могу сказать, что и других странах к паралимпиаде не такое, конечно, внимание, как к олимпиаде. Ну, по понятным причинам. Еще такие вопросы? Вот до того, как вы были известны человеком и после. Вы чувствуете в себе какие-то значительные изменения? Вообще никакие. Вообще никакие. я как была веселой, зажигающей, любящей жизнь девушкой и такая осталась ею. И друзья у меня, кстати, очень многие сохранились из школы, из факультета журналистики. Их даже больше, чем друзей из жизни, скажем, уже публичной. Да, вот сегодня как мне приедут два крестника, которые сыновья моего однокурсника. Вот мы дружим до сих пор. И они мои крестники, его дети. Да. Можно спросить, что вам больше нравится, заниматься спортом или писать о спорте? Ой, мне все нравится. Правда, мне так не нравится и заниматься спортом, и писать о спорте, и жить спортом, и смотреть спорт, и спортсменов я люблю, они лучшие люди на земле. Но спорт это моя вторая половинка. Так, вот у вас был вопрос. Сколько вам лет было, когда была издана ваша первая статья, и что вы чувствовали, когда вы видели ее в журнале или в интернете? Так, это был, сейчас вам скажем, 85-й год. Журнал Собеседник был такой. И я написала про то, что я в детстве, вот опять же эмоционально, и статью поставили, я в детстве, все свое детство до баскетпольной провела на катках на дворовых. И я написала о том, куда же исчезли вот эти дворовые катки, коробки, где мы по 5 часов зимой, где мы дружили, где мы дышали свежим воздухом, где вот на этих коробках, кстати, зарождались те спортсмены, которых мы потом на олимпиадах смотрели. то есть это массовый спорт, из которого потом можно было выдирать сливки. Сейчас этого нет. Я написала тогда об этом, 85-й год. Конечно, это была гордость, я вообще послала всем своим бабушкам, дедушкам, кстати, но маму, папу знали, всем друзьям показала, это было в школе, и, конечно, я очень этим горда была. Я очень жалею, что я ее не сохранила. Ой, храните все свои статьи, потом перечитываешь, поражаться. Еще есть вопросы? Да, вот с чего начинать, чтобы начинать свои статьи, какие издания лучше идти, вот, с чего начинать лучше. О чем хотите писать, так? Решили? Ну, не отсюда все. А издания какие нравятся? Решили? Ну, издания больше связаны с происшествием, с культурой, с искусством, что-то. Ну, идите туда и говорите, я хочу писать, возьмите меня стажера. Я могу курьером пить, я могу бумажки вам носить, я могу информацию вам собирать, мне ничего знать не надо, только пустите, хочу у вас учиться. Все. Так, кто еще? Кто-то тут руку поднимал, нет? Кто еще не основал вопрос? Да, ну, давайте. Тогда вы. А вот, вы говорите, спорт это очень важно в вашей жизни, а что насчет искусства? Не было привязанности. Что? Не было привязанности к искусству. Искусство, вы имеете в виду музеи, театры? Да нет, просто, например, фотографии или живописи. Вы знаете, я вообще театрал, я очень люблю театральное искусство, и очень много хожу в театр. А что касается фотографии, то мне нравится, как снимают мои друзья, Влад Локтев, Миша Королев. Это мне нравится. На фото-выставки я тоже хожу, и фотографии Хельмута Ньютона я знаю наизусть. Но я не могу сказать, что я увлечена искусством фотографии, да? Мне кажется, что это где-то в следующем, на следующем этапе моей жизни, когда я с этим закончу, когда мне это уже станет неинтересно, да, когда я все сделаю. Потому что есть какой-то предел, когда ты вот идешь, 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 я не знаю, как Малахов может каждый день одно и то же. Но когда наступает предел, ты понимаешь, ну, я здесь уже все это делаю, я не знаю, мне хочется идти дальше, да? Вот я пойду дальше, мне кажется, что я пойду дальше фотографии, может быть, я научусь фотографировать, научу делать своих детей, я буду еще больше ходить в музею, у меня очень большой, большой голов по музеям, куда я тоже хожу, но редко. Может быть, я даже подумала о том, может быть, я получу какой-то сертификат инструктора, спортивного фитнес-инструктора по йоге или по пилатесу, что мне очень нравится. То есть, у меня впереди еще целая жизнь, я, в общем, вперед дальше пойду и, может, искусство станет в каком-то, где-то будет рядом со мной. А можно еще вот прям по теме? А куда бы посоветовали сходить? Вот сегодня прям. А выставки вы имеете в виду? выставки, музеи, не знаю какие-то. Найдите, начните с гаража, там всегда интересно, в парке Бойково, гараж, в центре современного искусства, начните с этого. Что касается спектаклей, посмотрите историю любви и враги в современнике, посмотрите, сходите в театр Фоменко, там можно смотреть все, сходите в театр практика, там тоже практически можно смотреть все. в Амхате. В Амхате. Что я последнее смотрела в Амхате. Ну, в Амхате, если человеку не видит, надо смотреть на чайку. Если вы журналист, то обязательно нужно посмотреть чайку. Там шикарная белая гвардия. Если бы я открыла сейчас список спектаклей, я бы вам, конечно, продиктовала. Но театр, в который я хожу, это Современник, МХАТ, Фоменко, Театр Практика. Это четыре моих любимейших театра. Спасибо большое. А дайте, пожалуйста, ваше новое видео из-за глядя в основании. Ну, наверное, вот одна из последних, которая меня потрясла, это история любви и враги с Чумпан Хаматовым. Это фантастический спектакль в Современнике. Дайте вспомнить. Еще в Современнике по-моему, называется Осенняя соната. Это с Снееловой и с Бабенко. Фантастический спектакль в отношении. У всех у нас есть проблема. Мамы, дочки. Вот, сходите и посмотрите, как там решается. Это вообще ремейк очень известного фильма нашего. Тоже назывался Осенняя соната. Что еще я видела из последних в практике я смотрела спектакль, который меня потряс, где играют, где играют два мальчика, две девочки и рассказывают они о любви. Как же он называется? Вам бы всем посмотреть этот спектакль. Найдите мне сейчас театр практика в интернете. Сейчас я вам скажу, как он называется. Знаете, театр практика, Афиша. Так, что, что еще? Существует дружба между мужчиной и женщиной? Обязательно. Ну, конечно. Конечно. Но знаете как? У нее есть всегда подтекст. И этот подтекст неминуем. Она либо до, либо после отношений. Все-таки перенослась в любовь. Она может перерасти не в любовь, а в близкие отношения, как бы сказать. А сначала вы дружите, а потом понимаете, что в общем вам хочется быть поближе друг к другу. А в основном я дружу наверное с теми, с кем а вы знаете, что еще бывает? Когда перерастает это, ты понимаешь, вот думаешь о том, что вот может быть даже близко тебе хочется с этим мужчиной, но когда ты перерастаешь эти отношения, вот эта дружба вообще самая сильная, когда у тебя ничего с ним не было. И, но хотелось. И вот эта дружба у меня на самом деле, я вот так анализирую, все мои друзья мужчины, они в какой-то момент я с ними флиртовала и они флиртовали со мной. Но мы не перешли эту грань и мы вообще как родные сегодня все равно. Но если вот сейчас я вот как раз подумала о том, что тот самый папа моих крестников, даже в общем как-то мы всегда дружили. Вот я не помню вообще ничего, чтобы что-то было связано с какими-то другими желаниями по отношению друг к другу. Но дружба возможно. поверьте мне. Возможно. И вообще мужчины очень хорошие друзья. Особенно не традиционные кстати ритуации. Это вообще это мои любимые подружки. Честно вам спрошу. Вот. Так. Какой грешковец. Грешковец мой друг. Прекрасный. Кто меня спросил? Грешковец прекрасный. К нему тоже надо ходить. Он очищает голову. Он настолько говорит то, что мы мучаемся сказать себе сами. А он очень просто простыми словами нам говорит о том, что нас мучает и забавляет. Грешковец прекрасный. так вот можно вопрос начать. А как вы пришли к йоту? Для вас йога это спорт получается? Вы знаете, что я поскольку я скетболистка, мне надо было всегда двигаться, мне нужна была движение, нагрузка силовая, да, то есть я попробовала как-то йогу раз-два и что-то как-то вот это все не понимаю. Вообще эффекты не почувствовала себе. Но в йогу я пришла с инструктором, который мне все показал. Что и как. То есть очень важно конечно начинать с учителя. Так во все. Правда? В журналистике тоже учитель это очень важно. Человек, которому ты доверяешь и ты чувствуешь действительно его скажем на тебя влияние и эффект от общения сетевого человека. Ну что? Еще? Давайте еще пару вопросов. Какую прессу и какие телеканалы посоветовали посмотреть? Я смотрю телеканалы тоже. Он включен у нас целыми днями или канал паруси посмотрит. Два канала которые мы смотрим в доме. Я читаю газету Коммерсант Огонек Я покупаю журнал Досуг он немножечко желтоватый но очень хорошо по верстке сделан там очень все доступно и понятно где что идет. Я практически не читаю рецензии в нем но очень удачно расположена верстка прекрасная в журнале вы открываете и всегда знаете где какие выставки где какие спектакли где премьеры и так далее. Я слушаю Коммерсант Эф детское радио слушаю с детьми слушаю что я еще из радио слушаю эхо иногда слушаю но последнее время что-то как-то не совсем скучное и я слушаю радио 7 потому что оно мне напрягает голову там хорошая музыка и как-то совсем уже хочется уснуть по дороге к дому тогда радио классик там прекрасная музыка вот это мои но коммерсант ежедневно обожаю коммерсант уикенд читаю от корки за корки потому что там как раз те самые рецензии которые необходимо знать что как раз в нашем мире появилось новенького и на что стоит обратить внимание что касается художников режиссеров актеров выставок чего гон музыки книг там все есть давайте последний вопрос у кого есть а пара вообще не будет мне сюда задавать вопросы что такое я совсем неинтересно почему давайте смысл бытия смысл бытия в жизни который нам ответила ну прекрасно наверное спасибо спасибо